МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Даниил Добрин. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о главных событиях региона. Вначале коротко некоторые темы выпуска. Сломанные батуты и качели. За состояние набережной в Оренбурге отвечают чиновники администрации. Городской совет изменил даты конкурса на пост главы Оренбурга. Нерабочая неделя вносит коррективы. Сельчан услышали, врачи приедут. Жителями Домбаровского района встретился главврач межрайонной больницы. Триллион на борьбу с ковидом. В счетной палате подводят финансовые итоги пандемийного года. В театры, музеи и кино только с QR-кодом. В Оренбурге, как и по всей стране, вводят новую систему пропусков. И начнем сообщение об обысках, которые прошли в здании управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга. Эту информацию подтвердили в мэрии. Сообщается, что в кабинетах в четверг днем работали сотрудники ФСБ. Они проводили оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники управления оказывали содействие представителям правоохранительных органов. Первый заместитель главы Оренбурга Сергей Салмин получил представление от прокуратуры города за содержание объектов на набережной города. В надзорном ведомстве сообщает, что держит на контроле ситуацию с исполнением обязательств в рамках реализации на территории Оренбургской области национальных проектов. Так, вопросы к местной администрации у прокуратуры возникли по поводу содержания набережной реки Урал. Малые архитектурные формы не обслуживаются. Два установленных в прошлом году батута непригодны для эксплуатации. Отсутствуют качели, смонтированные на втором этапе работ по благоустройству набережной, сообщает в пресс-службе прокуратуры области. За ненадлежащий контроль за содержанием общественных территорий, которые были благоустроены в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды, представление получает исполняющий обязанности главы города Оренбурга. Объявлено предупреждение и главе Бугуруслана, который, как сообщает в прокуратуре, не принимает меры к своевременному освоению дополнительных бюджетных средств. Деньги выделены на проведение работ по благоустройству набережной реки Большой Кинель. В Оренбурге прокуратура через суд требует привести в порядок тротуары на улице Туркестанской. Надзорное ведомство уже обращало внимание подрядной организации на устранение выявленных нарушений. При этом обращение было направлено и в адрес заказчика работ. Администрация города не должна была принимать работы до устранения недостатков. Тротуары на улице Туркестанской сделаны под большим уклоном. Передвижение по ним может быть небезопасным. Так считают и оренбуржцы. Так посчитали и в прокуратуре города. Месяц давался подрядной организации Дорремстрой на устранение. Однако по истечении этого строка ничего сделано не было. Надзорное ведомство обратилось в суд. По факту умышленного невыполнения требований прокурора в отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении. В Оренбурге тем временем снова приступили к монтажу умных остановок. Первый новый объект появился на улице Терешковой. Другие установят на улице Чкалова и проспекте Гагарина. Работы в рамках муниципального контракта выполнят подрядная организация из Уфы. Компания выиграла тендер на поставку и монтаж павильонов. В администрации Оренбурга сообщили, что в городе планируют создать единую систему управления транспортом. Одним из звеньев которой станут в том числе и умные остановки. Стоимость такого павильона порядка двух миллионов рублей. Контрактом предусмотрена установка 13 штук, это 5 северного округа и 8 в южном округе. Гарантия контрактом 2 года и на покрытие под остановки 4 года. Остановка в ближайшее время будет подключена к электричеству. Здесь установят информационное табло, где будет отражаться время прибытия автобуса, USB-разъем для подзарядки мобильных телефонов. И добавим, опыт установки таких павильонов в Оренбурге уже есть. Однако первые конструкции горожане раскритиковали. Все заявленные функции в них так и не заработали. Они очень быстро потеряли свой презентабельный вид из-за вандалов и неблагоприятной погоды. С чем связано продление сроков конкурса на пост главы Оренбурга? Новые депутаты в составе городского совета, уточнение наказов избирателей. В областном центре состоялось внеочередное заседание горсовета. Подробности далее. Перед началом заседания торжественный момент. Символичные подарки и цветы получают мамы участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Мамам Александре Неделько и Габила Мамедова депутаты аплодируют стоя. И сразу к работе. В повестке дня семь вопросов. Первый касается передачи вакантных трех мест новым депутатам. Накануне в горсовет поступило решение избирательной комиссии. В состав совета вошли Дмитрий Пупынин вместо Елены Афанасовой и Алексей Саблин вместо Нурлана Мунжасарова. Они займут места в комитете по вопросам образования, культуры, охраны здоровья и социальной поддержки. Василий Давыдов вместо Екатерины Коллегиной стал членом комитета по вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики. Рассмотрели депутаты и вопрос о продлении сроков приема документов от кандидатов на пост главы города Оренбурга. Это связано с тем, что во время антиковидной недели, объявленной президентом, комиссия работать не сможет. Прием документов продолжится с 8 по 18 ноября. Меняется и дата начала самого конкурса. Не 19 ноября, как намечалось раньше, а 20 декабря. А также избрание нового главы по законодательству возможно только через 6 месяцев после досрочного прекращения полномочий предыдущего мэра. В приемную сдавать документы и консультироваться приходят горожане. И, естественно, мы хотим, чтобы те, кто пришел, получил консультацию, они успели собрать все документы. Поэтому принято решение перенести прием документов по отбору на должность главы города Оренбурга. Еще ряд вопросов касались изменений в федеральных законах. Поэтому были внесены правки в действующие положения города Оренбурга о бюджетном процессе, о предоставлении муниципальных гарантий. Рассмотрели вопрос, который касался уточнения наказов избирателей с учета пожеланий жителей 18 и 19 округов, скорректированы формулировки и виды работ. Ольга Энгельс, Игорь Бероев, Новости дня. К другим темам. Медицинскую помощь получат. Крик о помощи жителей поселка Голубой факел Домбаровского района услышан. В населенном пункте недавно закрыли медкабинеты. К врачу приходилось ехать почти за сотню километров. В ситуацию вмешались глава района, руководство межрайонной больницы и Минздрав. В настоящее время здесь не осталось ничего и никого. Социальные сети, как последняя инстанция. Со своим криком о помощи в форме видеообращения домбаровцы обратились к общественности. За их спинами медучреждение под замком. А когда-то здесь был и хирургический блок, и родильное, и детское, и терапевтическое отделение, лаборатория и физкабинет. Теперь любая помощь за 80 километров в Ясном. Глава муниципалитета и главврач Восточной территориальной межрайонной больницы Ильдар Кельментьев выехали на место, чтобы разобраться в проблеме. Ну что нам ждать по поводу педиатра и терапевта? Хотя бы вечером. Вечер однозначно будет выедать. По времени мы все объявим через Минстру, вы все информацию будете знать. И график по выезду мы вам тоже доведем. Хорошо? Я понял. То есть, в принципе, вариант выездной работы педиатра раз в неделю, фельдшер будет два раза в неделю. И помощь не заставила себя ждать. Местные жители поделились своими эмоциями от встречи также через социальные сети. Встреча была долгой. Все наши проблемы выслушали и пошли на встречу. Вот даже завтра уже у нас сегодня объявление было в группах, что завтра приезжает педиатр. Всем спасибо, что я завтра и по обещанию. И пойдем, конечно, на прием. Я сегодня главврач. Очень молодец. Все толком объяснил. Будут ли работать врачи в обещанном графике и будет ли стабильно доходить первичная медицинская помощь до адресатов? Мы продолжим следить за развитием ситуации в Домбаровке. Срывы поставок продукции, недобросовестное выполнение условий контракта и последующее оправдание всех нарушений пандемии и завышением цен поставщиками. Какие еще нарушения в сфере законодательства о закупках и контрактах выявили в этом году, рассказали на итоговом совещании в региональном УФАС. 340 жалоб от участников закупок, работающих по контрактной системе, поступило за 9 месяцев этого года. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом. Причин резкого уменьшения несколько. Основная – внеплановые проверки. Правительство обязало УФАС проводить их по факту каждого обращения. Это в разы снизило число так называемых профессиональных жалобщиков. Организации, по факту не претендующих на заключение контракта, но заинтересованных в вымещении с рынка конкурентов. Мы считали, что были организации, которые нам в год поставляли по 300-400 жалоб. Это организации, в которой находится Алтайский край, Симферополь, Крым, Сочи, Екатеринбург. Сейчас пошла Москва. Многие делали раньше так. Например, они подавали жалобы, в то же время шлали на электронный адрес заказчика письмо, что мы решим ваши проблемы с антимонопольной службой за определенную сумму. Пресекать их действия в нашем регионе антимонопольщикам помогает прокуратура. Если же говорить о делах, фигурантами которых становились реальные предприятия, то самое большое количество жалоб на действия муниципальных заказчиков, но обоснованных из них меньше половины. В числе резонансных срыв поставок оборудования на сумму почти 9 миллионов рублей для Центра детского цифрового образования IT-клуб. По результатам проверок УФАС растет и список недобросовестных поставщиков. Из 173 обращений оренбуржцев 52 факта нашли свое подтверждение. Компании-нарушители пополнили черный список. Важно отметить, что эти предприятия сорвали очень серьезные поставки. Например, продуктов питания для медицинских и образовательных учреждений. Губернатор Денис Паслер принял участие в селекторном совещании с руководством РЖД. Компания представила нового начальника Южно-Уральской магистрали Игоря Рязанова. Между правительством Оренбургской области, Южно-Уральской железной дорогой и РЖД в этом году заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на ближайшие пять лет. Определены векторы развития как по пригородным пассажирским перевозкам, так и по туристическим маршрутам. Железнодорожники поддержали инициативу области по строительству станции Комсомольская областной детской железной дороги. Работы на объекте ведутся и должны быть завершены в первом полугодии 2022 года. Кроме того, губернатор подчеркнул важность строительства грузового железнодорожного пути на участке Оренбург-Илецк. Это связано с увеличением трафика контейнерных перевозок. Он у нас существенно растет. И в этом, конечно же, и область, и страна очень-очень заинтересованы. Проект открывает новые возможности для экспорта и развития торговых связей, а также способствует укреплению транспортно-транзитного потенциала региона. Денис Паслер выразил уверенность, что вся работа будет продолжена по намеченным планам. Сейчас прервемся, и вот о чем расскажем далее в программе. Не переключайтесь. Продолжение следует... Это новости дня. Мы продолжаем. Регионы страны потратили более 1 триллиона рублей на предотвращение последствий пандемии в 2020 году. Такие выводы делают специалисты счетной палаты. Как сообщили в ведомстве, в основном бюджетные деньги были направлены на поддержку сферы здравоохранения, социальное обеспечение населения, а также на помощь малому и среднему бизнесу. Финансирование шло как из федерального бюджета, так и из региональных средств. В частности, в 2020 году правительство направило регионам 503 миллиарда рублей безвозмездных поступлений. Расходы в расчете на одного человека по регионам значительно различались. Так, больше всего средств затратили на Чукотке. Она заняла лидирующую позицию – более 32 тысяч рублей на одного человека. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ – 29 тысяч рублей. Замыкает тройку Москва – более 27 тысяч рублей. Меньше всего расходов зарегистрировали в Ярославской и Тамбовской областях – почти 3 тысячи рублей на человека. А также Орловской, Липецкой, Брянской областях и Краснодарском крае – 2600 рублей. Замыкает эту десятку Чеченская республика с показателем 2400 рублей. Ранее в Минфине сообщили, что Россия тратит на борьбу с коронавирусом в среднем около 3,5 миллиардов рублей в день на фоне роста числа заразившихся COVID-19. А теперь к ситуации на валютном рынке. Актуальные данные стоимости доллара и евро от Центробанка на вашем экране. Из-за напряженной ситуации в стране с коронавирусной инфекцией регионы вводят QR-коды для посещения общественных мест. Не стало исключением и Оренбургская область. С 1 ноября посещать театры, музеи и кино можно будет только при наличии соответствующих документов. Принято решение пока в порядке эксперимента, скажем так, пилотного проекта опробовать возможность пользоваться государственными и муниципальными учреждениями культуры именно по предъявлению QR-кода. То есть это распространяется в первую очередь на наши государственные театры, драматический театр, театр музыкальной комедии, учреждения филармонии. Это пока такой пилотный, что называется, проект и в массовом порядке он в Оренбургской области пока не вводится. Мы будем очень внимательно следить за ситуацией с распространением инфекции. Ужесточить ограничения в местах большого скопления людей. Такое решение принято в большинстве российских субъектов. Теперь в обязательном порядке россияне должны предъявить один из документов – сертификат о прививке, перенесенной болезни или ПЦР-тест. Так, например, в Москве будут требовать QR-код. Если вы стали участником массовых мероприятий, где больше 500 человек, запросят его и больницы при оказании плановой помощи. В Санкт-Петербурге с 1 ноября будут требовать при участии в спортивных мероприятиях, конференциях и выставках. С 15 ноября – в бассейнах, фитнес-центрах, музеях, кинотеатрах, цирках, театрах. А с 1 декабря – во всех кафе и ресторанах, гостиницах и даже в непродовольственных магазинах. В Ростовской области не пустят с 1 ноября без QR-кода даже в торговый центр. Наши соседи – Самарская область. Сертификат о вакцинации потребуют в бассейнах, кинотеатрах, развлекательных учреждениях, спортзалах, фитнес-центрах, театрах и концертах. Также цирках. В центре имени Гамалеи говорят, действие системы QR-кодов прекратится, когда будет привито минимум 80% жителей региона. И теперь к новым данным по коронавирусу в регионе. За последние сутки тесты подтвердили вирус у 408 человек. Число заразившихся с начала пандемии превысило 88 тысяч. Погибли от опасной инфекции 2527 жителей области. За последние 24 часа умерли 24 человека. А выздоровели и закрыли больничные листы в четверг 288 пациентов. Вокруг вируса COVID-19 и прививок. От него постоянно возникают разные мифы. Одни из них похожи на правду, другие – на фантастику. ОРТ продолжает рубрику, в которой мы рассказываем о том, что думают люди и как есть на самом деле. Бытует мнение, что прививка снижает иммунитет. Понимание этой темы у горожан и точка зрения эксперта – прямо сейчас. Я не доверяю, честно говоря. Просто я надеюсь на свой иммунитет. Возможно, но я болела. Но это гораздо тяжелее пережить, чем, возможно, может ослабить. Но я не прививался. Боюсь почему-то. Потому что слушаешь, одни так говорят, другие так. И не знаешь, где правда. Я считаю, что это не нужно, наверное. То есть все-таки может ослабиться? Конечно. Больше половины людей болеют. Это зависит от самого человека, какой у него иммунитет с рождения. Не могу точно сказать, потому что сам не вакцинировался. Но нет. Прививка сделала, все нормально. Жива-здорова. Это совершенно вообще не подкрепляется вопросами иммунопрофилактики. Мы как раз говорим о том, что любая вакцина, в том числе и вакцина против новой коронавирусной инфекции, она дает защиту, иммунитет в зависимости от того вида вакцины, который мы... И говорить о том, что она вообще ослабевает иммунитет, то есть человек является подверженным любому какому-то другому инфекционному заболеванию, это совершенно не подтверждается ни практикой, ни теоретическими выпутками. Все четыре вакцины, собственно, готовятся по разным технологиям. Вакцина Кови-Вак, она готовится по той технологии, которая используется для изготовления многих вакцин, это химический убитый вирус. То есть в любом случае там нет живого вируса. Вакцина Эпи-Вак-Корона – это искусственный синтез коктейль белков вируса. Здесь тоже нет живого вируса. И вакцина «Спутник Ви» или «Гам-Ковид-Вак», она готовится как векторная вакцина, то есть на определенный вектор аденда вируса встраивается белок, частица вируса нового ковид. Поэтому здесь вот еще раз говорю, что все технологии, они опробированы и на примере других вакцин, и совершенно не приводят именно к заболеванию сами вакциной. Четвертый день без воды. Жители домов по улицам Рабочая и Пролетарская в поселке Переволодский жалуются на отсутствие водоснабжения. Проблемой они поделились с журналистами, позвонив на телефон горячей линии. По какой причине отсутствует так необходимая в хозяйстве жидкость, никак не могут разобраться коммунальные службы. Время – 2 часа дня. Четвертые сутки краны сухие, воды нет. Жительница дома по улице Рабочая Оксане Поярковой все это время приходится покупать воду. Колонок на улице нет. Подвоз поселковые власти не организовали. В субботу весь день не было воды. В воскресенье воду дали. И вода в понедельник утром рано. Включила воду, воды уже нет. И вот по сейчас воды у нас нет. И хотя бы надо искупаться, постирать мы не можем. Такая же проблема и на Пролетарской улице, говорит Оренбурженко. По ее словам, накануне на рабочую приезжали коммунальщики. Но вопрос так и не решился. В Переволодском постсовете сотрудники жилищно-коммунального хозяйства говорят, что о проблеме узнали только сегодня. Жильцы данных улиц до сегодняшнего дня к нам не обращались по поводу отсутствия водоснабжения. Сегодня принесли заявление, аварийная бригада выехала на место. Причины устанавливаются. Если и вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, тема требует огласки, корреспонденты ОРТ готовы помочь. На нашем телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии. О своей ситуации можно сообщить по номеру 8 800 257 00. Напоминаем, что звонок бесплатный. О спорте. 28 октября празднуется Всемирный день дзюдо. Дата отмечается с 2011 года в день рождения родоначальника этого вида спорта Диггера Кано. В прошлом году мир столкнулся с пандемией. И мероприятия поклонников дзюдо прошли под лозунгом «Сильнее вместе». Сейчас ситуация остается сложной и девиз «Солидарность». Изначально дзюдо – японское боевое искусство. Дословный перевод – «Мягкий путь». Спортивное дзюдо получило общее мировое развитие после включения в программу Олимпийских игр. В России им занимается 350 тысяч человек. Оно популярно и в нашей области. Развивается уже полвека и входит в число базовых видов спорта. Отделения работают в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Куандыке, Затокомаровске и Тоском районе. В областном центре функционирует крупнейший в Привозском федеральном округе центр дзюдо. У нас подготовлено два мастера спорта России международного класса, три десятка мастеров спорта, около 500 кандидатов мастера. Победителями и призерами крупнейших международных турниров становились Уйманова, Турчева, Шибалова, Мачин, Куликов и, конечно, двукратный чемпион Европы, участник такийской Олимпиады Роберт Ншведабадзе. Вообще наши дзюдоисты попадают в призы практически на всех турнирах, в которых принимают участие. Только что очередные награды были завоеваны в Пермском крае на окружном юниорском первенстве. Победительницей стала Оренбурженко Строилова, ее коллега Ланкина удостоилась бронзовой медали. Анатолий Юденич, Антон Полянский, Новости дня. Паралимпийской пловчихе Виктории Ищеуловой присвоено звание почетного гражданина города Орска. Сама спортсменка в эти дни участвует в очередных соревнованиях «Первенство России». Приятная новость застала нашу спортсменку в Держинске Нижегородской области. Там на российское первенство собрались около двух сотен пловцов из 33 регионов России. 17-летняя Ищеулова уже не первый год успешно конкурирует со взрослыми спортсменами, в том числе и на недавних играх в Токио. Но чем больше стартов, тем больше практики. И Виктория еще не один год может соревноваться среди юниоров. Она отлично владеет всеми стилями плавания. В первый же день наша землячка завоевала две золотые медали на дистанции 50 метров вольным стилем и 100 метров кибрасом. Ищеулова специалист спринта, но в этот раз решила проверить свои силы и в стоярских дисциплинах. Результатом стало серебро в заплыве кролем на 400 метров. До завершения соревнований в воскресенье копилка «Орчанки» наверняка еще пополнится. И теперь к отключениям. В связи с выполнением работ на энергообъектах Оренбургского производственного отделения 29 октября будет ограничена подача электроэнергии в Оренбурге. Список адресов на вашем экране. Кроме того, света не будет в поселках Неженко, Соловьевка и Перовский. Филиал публичного акционерного общества Росети «Волга-Оренбург-Энерго» просит отнестись с пониманием и заранее отключить электроприборы. На этом все. Вернуться к этой программе, а также другим нашим телепроектам вы всегда можете на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь и группам телеканала в социальных сетях. А прямо сейчас рубрика «О погоде и не только». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова